Приветствую вас. По вашему описанию очень похоже, что вы не отпустили своего бывшего молодого человека. По вашему описанию очень похоже, что вы по-прежнему испытываете к нему какие-то чувства. Второй молодой человек, с которым вы сейчас чувствуете себя как за каменной стеной, был вам выбран не чувствами, не эмоциями, а потребностями. То есть, вы выбрали его, чтобы удовлетворить все потребности, которые у вас были. Ну например, потребность поддержки, потребность защиты и так далее. Эти потребности вы удовлетворили, но вот все-таки позиствовать себя женщиной, так и мужчиной через удовлетворение потребностей из такого плана у вас не получилось. И бывший молодой человек вызывает именно к тому времени, когда вы чувствовали себя женщиной и были женщиной в большей степени, чем вы являетесь ею сейчас. Поэтому не совсем понятен ваш вопрос, от чего именно вы хотите избавиться. Если вы хотите избавиться от того, что реагируете на сообщение своего бывшего молодого человека, то нужно здесь посмотреть и по исследованию, что именно, что конкретно, как конкретно вы реагируете на него. То есть, вы говорите, что я начинаю гореть, но что именно вы имеете в виду? Вот. То есть, вы почему-то не занесли, например, молодого человека в черный список, да, в блок-лист. Вы почему-то позволяете ему писать вам. Вот. И, ну, я полагаю, что у этого есть какие-то основания. По крайней мере, я полагаю, что у вас эти основания есть. Значит, значит. С молодого человека, бывшего, молодого, тоже какие-то чувства, какие-то желания. И, вот, на мой взгляд, вам нужно определиться именно с этим. Вот. То есть, чего вы хотели бы, чего вы хотите сейчас от своего бывшего молодого человека, да? Вот. Что это за чувство, что за чувство он у вас, к примеру, вызывает? Вот. А мы все вы пишите, что была в отношениях два года, были вместе разливая вода, все делали и жили вместе. То есть, чувствуется какое-то такое вот растворение друг в друге. Последний год из-за моего отъезда в другой город, поступать в университет, он начал плохо ко мне относиться, и стал игнорировать, исти себя так, а вот как будто именно все равно начал изменять и бегать по бабам. Ну, здесь, опять же, кризис определенный в отношениях, вы описываете, у этого кризиса есть свои причины. То есть, поведение мужчины, конечно, далеко не самое лучшее, но складывается такое ощущение, что вы внезапно решили уехать в другой город, поступать в университет. Вот. И внезапно мужчина стал вот так себя истить. То есть, это именно вот ощущение внезапно. Дальше, я, конечно, в итоге, в конечном итоге, я не выдержала и ушла от него слезами, болью и тем прочим. Ну, смотрите, вот слезы и боль, скорее всего, остались с меня проработанными, но в том смысле, что они по-прежнему с вами. Обиде на молодого человека, какие-то претензии, какие-то желания, возможно, по отношению к нему. Потому что, для вас это было очевидно травматично. И травмой является, грубо, то, что вы потеряли, когда ушли от молодого человека, бывшего. А, так, каждый день страдала, но потом отпустила, как будто рукой всё сняло. Ну, вообще-то, так не было, чтобы всё прямо сразу рукой сняло, вероятно, отграли какие-то механизмы защиты. Вот, и вы просто задолгнули свои переживания, свою боль поглубже во себя. Ну, донат этого, понятно, наверное, донат этого никуда не делать. Вот. Прошло полгода, я встретил прекрасного мужчину, заботливого, внимательного, всегда радом подождать умею. Я за ним, как доним, как за каменной стеной. Ну, вот, данное утверждение рассказывает то, что вы не очень уверены в себе в человеке и не слишком полагаетесь на себя. А этот замужный мужчина вот такой, с которым вы чувствуете себя, как за каменной стеной. Ну, вот, начал писать боющий, пишет он странно, привет, купил новый одежду, как она тебе, нормально смотрится и так очень много лет. А я почему-то реагирую на это очень странно, как будто начинает что-то гореть внутри. Ну, вам бы более четко идентифицировать, что конкретно вы ощущаете, потому что, согласитесь, та информация, которую вы даете, достаточно мало. То есть, ну, да, вы горите, но от чего вы горите? От обиды вы горите, от боли вы горите, от любви вы горите, от страсти вы горите, от ревности вы горите. От чего вы горите? Что это за ощущение сгорения? Это, по сути, просто ощущения, чувства какие. Вот. Соответственно, избавляться ни от чего не нужно, да, чувства нужно раскрыть, вот, раскрыть и правильность дентифицировать, после чего реализовывать, да, реализовывать самостоятельно. И вообще повышать, вот, вот, вашу самостоятельность и независимость, потому что с одним мужчиной вы были вместе, все делали, с другим мужчиной вы как-то каменной стеной подружать, он вас умеет. Это все очень похоже на личную безответственность в отношениях и перекладивание ее, то есть, ответственности на партнера за то, что происходит именно с вами. Вот, это достаточно деструктивная история для отношений, а равноправный вид, равноправный вид, которых вы вряд ли сможете построить с такой позиции, вот. Поэтому начать я вам предлагаю именно с этого. На этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку качества лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.